Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, с чего хотел бы начать? Ну, с Библии, естественно. Так, прочитаю еще один отрывок из Библии. Опять же, глава 2 Бытия. Так, стих 19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Представляете, вот Адам, да, сотворил его Бог. И тут он ему приводит животных, птиц там, всех абсолютно, чтобы он их назвал. Возникает вопрос, на каком языке? Каким языком пользовался вообще Адам? Кто его учил этому языку? Ну, понятно, ребенка учат родному языку родители. Кто учил Адама разговаривать? Разговаривать. И тем не менее, Бог даже смотрел, как он их назовет. То есть, судя по всему, язык у него был настолько совершенный, что даже Бог поинтересовался, как говорится, что из этого получится. В чистом виде, с помощью речи Адам участвовал в сотворчестве, да, участвовал. То есть, он давал имя. Бог сотворил, а он наименовал. То есть, это в чистом виде такая синергия творческая. Но на каком языке? Короче говоря, современный человек на месте Адама, а не имел бы от такого, назови, дай имя тому, чему имя пока что нет. Назови это, исходя из чего? То есть, исходя из какого-то видения сущности этого предмета, там, животного, что угодно. Понимание этой сущности, это же не просто назвать, это выразить его сущность. Это, судя по всему, не кликухи раздать и не погоняло. Так вот, Адам это каким-то образом сделал, не имея ни учебников никаких, ни родителей, собственно, которые бы его языку учили. Взял просто и назвал всех животных. Так вот, друзья, в свое время, может быть, и сейчас я просто не телевизор, не радио не смотрю, не слушаю. В свое время было очень модно, передачи такие пошли, говори правильно, как говорить правильно. Ну и, соответственно, брали, как правило, устоявшиеся какие-то формы, допустим, там, по средам. И говорили правильно не по средам, а по средам. Какие-то устоявшиеся, ну, чтобы удивить зрителей, там, слушателей, зрителей. Не просто там, ну, что очевидно, а что вот все говорят так, а это же неправильно. Нужно говорить вот так. И народ на это как-то повелся. И потом пошла целая мода. Такая плебейская грамотность. Когда встречаешь, там, не знаю, какую-нибудь Хавроню откровенную, она... Не так, не так, вот так надо правильно говорить. Мне это фильм напоминает «Женитьба Бальзаминова». Что-то ты часто говоришь там, пойду погуляю. Можно же сказать, совершу променаж. Да, променаж это неплохо. Променаж это лучше. Вот такая вот мещанская, даже скорее плебейская грамотность пошла. Так вот, для чего это делалось? Вообще учтите, что все, что идет в средствах массовой информации, это пропаганда. И просто так там ничего не делается. Просто для того, чтобы знали. Нет. И вот этот вот акцент на то, что говори правильно, там, не дай бог сказать, торты вместо торты. Для чего это делалось? Для того, чтобы заменить сущность, содержание формой. То есть человек говорит, да неважно, как он на самом деле сказал. Тем более тут зависит от того, кто это говорит. Завтра какой-нибудь там ученый муж захочет надбавку докторскую, а не кандидатскую к зарплате. Напишет диссертацию, что кофе может быть не только мужского, но и среднего рода. И посмотрите новые словари. Там уже допустимо, что это и средний род. И все, это же меняется. Это меняется в зависимости от желания надбавки к зарплате преподавателя, там, какого-то лингвиста или филолога. Короче говоря, или еще бывает круче. Существует то ли байка, то ли правда, что Брежнев всегда говорил договор. Ему говорили, Леонид Ильич, договор. Он говорил, ага. И продолжал говорить договор. И ну не может генсек ошибаться, понимаете. И изменили в словарях. Сделали двойное ударение, что можно и так, и так. Вот во времена Брежнева вроде бы были словари, где допускалась договор. Короче, это дело неблагодарное, грамматика. На самом деле это, ну как мода. Кто-то просто определит, что вот так, и все. Завтра найдется другой там умник, он определит, что вот так. Но заморачивание вот на этой форме, оно будет всегда в ущерб содержанию. Вообще, смотрите, если вы хотите втереть какую-то идею, втереть какую-то дичь, не важно что. Вы хотите там с проповедью чего-либо пойти, с какой-то философской идеей. Вообще не важно, что вы хотите донести. Если вы хотите сделать это массово, то вам в первую очередь нужно влиять на язык. Ну смотрите, пытаетесь насадить западную культуру, к примеру, западную цивилизацию. Окей, не вопрос, побольше американизмов, и no problem. Вот так насаждается, в принципе, западная какая-то культура, менталитет. Хотите создать секту, извольте придумать новояз. Новояз – это вещь двухаспектная. Во-первых, это новые слова в чистом виде, новояз. Во-вторых, это придание старым словам абсолютно иного смысла. То есть слово, которое уже использовалось, здесь оно обретает полностью другой смысл. Вот так создаются секты. Это один из признаков сектантского мышления, мышления на новоязе. Короче, контролируешь язык – контролируешь мышление. Контролируешь мышление – контролируешь поведение. Если правильно делать акценты на контроле речи, то все будет нормально. Какая идея, какой контроль осуществляется с помощью вот этого насаждения, такой плебейской грамотности? Контроль, в первую очередь, как раз в плане создания мышления, когда форма будет важнее содержания. Главная форма. Дальше уже во всем остальном это будет проявляться. Дальше как раз вот те, кто будет упирать на то, что надо главное правильно говорить, там ни в коем случае не свекла, а свекла, к примеру. Вот именно эти люди и поверят в то, что… Как же там в 40 лет без семьи? Именно они и будут вам говорить, что тебе 40, и у тебя нет семьи, там, или 30, и семьи нету. И при этом посмотришь на них, так у них тоже нету. Они платят алименты, или же, ну, может быть, у них по форме как раз есть семья, там, печать в паспорте есть, но это же не назовешь семьей. Это ад просто. Ад в этом мире. Ему даже помирать не надо, чтобы куда-то попасть. Он уже попал. У него жена, которая там, ну, жена в кавычках, государственная жена, никакая не венчанная, просто государственная жена. Женщина, которая там удостоверена печатью, что это его жена. Так вот эта самая государственная жена, она ему там кровь пьет, и толку никакого нету. Или же в чистом виде алименты, или и то, и другое. На бывшую там алименты нынешняя кровь пьет и так далее. Нету у него семьи. Но тем не менее он будет говорить, что у меня семья есть. Почему? Потому что есть по форме. Есть печать, вот эта самая печать там в паспорте, которую удостоверивает ему семью. А по содержанию? Любовь, помощь. Один упал, второй поможет. Вот это есть. Какая-то взаимовыручка, близость. Ни хрена нету, вообще ничего. Но по форме же есть, значит есть. Вот как раз для этого и нужно. Чтобы человек как раз воспринимал себя существом по форме. Не знаю, ты удачный человек. Да, удачный. Есть работа, зарплата. Копни глубже. Форма, она всегда мелка. Копни глубже. У тебя зарплата, но рабочий день 12 часов. Тебе некогда будет ее тратить. Тебе просто дадут какую-то отдушину, там месяц, может быть. Скорее всего, два раза по две недели дадут. Ты высадишь там эти деньги и все. Или у тебя их, скорее всего, просто выманют эти деньги. Ты их процентами по ипотеке отдашь, там, алиментами отдашь. То есть ты их, скорее всего, и не просходуешь. Но ты удачный человек, потому что у тебя есть атрибутика удачного человека. По форме ты удачный человек. У тебя хорошая зарплата, например, и все. Но по содержанию твоя жизнь ад. Так вот, смотрите, друзья. Отслежьте такие моменты, когда вам пытаются навязать мышление по форме. И в том числе в этом. В том числе в речи. Речь это очень серьезный вообще инструмент влияния на мышление. Не надо недооценивать. В свое время, я не помню, кто-то из кардиналов, который был ответственен за миссию, католическую миссию, кажется, в Латинской Америке. Ну, не помню, может быть, Мексика, может быть, еще что-то южней. Ну, короче говоря, он написал в Ватикан, что, блин, не слушают, не слушают местные. Не хотят вникать. На что Ватикан ответил? Уничтожить их письменные источники. У них их мало было. Уничтожить письменные источники. То есть максимально сделать пропасть между той речью, которая насаждалась, по-моему, испанский там прививался, и, соответственно, родной речью. Это сразу же даст ослабление памяти такой, памяти предков и так далее. Вообще мышление самостоятельного. Это сделает уязвимым перед насаждением любых других идей. Поэтому, смотрите, когда вы пытаетесь вот так вот говорить грамотно, вы учтите, что понятие грамотно, это, ну, то же самое, что у женщин, там, длинный каблук, короткий каблук, там, помада розовая, помада красная. Вот это то же самое просто среди филологов и лингвистов, как правило, с учеными степенями. Там, докторов, кандидатов, наук и так далее. Это мода в чистом виде. И если, ну, не просто мода, а мода ради получения ресурсов. Женщину тоже каблук, как правило, не просто так одевает, считая, что лучше сработает, там, на оленя. Вот такой каблук. То же самое и здесь. Я не знаю, сколько сейчас. Раньше надбавка за кандидата была 3 500 на ставку. За доктора 7 тысяч. Вот, поэтому человек не талантлив. Человек не может что-то новое сказать. Все уже сказано. Ну, вот он берет просто что-то, коверкает. И доказывает, особенно по блату, имея блат в зоисовете, доказывает, что, там, кофе может быть и среднего рода, в том числе. И уже вместо 3 500 на ставку пошло 7. Вот, а если у него 2 ставки, 7 тысяч прибытка чистого. Ну, вот так это примерно делается. То есть, это та же самая мода, которая рассчитана просто на получение ресурса. Но для системы эта мода важна. Важна, потому что вы будете форму, форму хватать, но не содержание. Короче говоря, хотя бы вот такое, ну, какое-то природное отвращение должно быть. Что какой-то один, там, балбес откровенный со степенью доктора наук придумывает что-то. А все остальные начинают так умно кивать, что да, блин, говорить надо правильно. Короче, думайте. Думайте и старайтесь, чтобы форма не была в ущерб содержанию. Вот такие соображения. Продолжение следует...